Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. Но в этом видео мы с вами будем смотреть не Фокусы, в этом видео мы с вами немножечко пошульмуем. Сегодня я вам покажу несколько вариантов, как можно шульмануть в довольно-таки популярной карточной игре, которая называется Сека. Итак, Сека это такая игра, где также надо собирать комбинации, которые, ну, дают какое-то количество очков. Самой желанной картой в этой игре, естественно, является Джокер, роль которого играет пиковая шестерочка. То есть эта карта довольно-таки такая желанная, да, вот именно ее мы с вами и научимся подтасовывать. Ну, для начала, конечно же, я потасую колоду, тасуют обычно классическим способом все, и, естественно, мы дадим подснять, и давайте раздадим. Ну, к примеру, нас играет 4 человека, да, давайте раздадим на четверых. То есть мы раздали на четверых, раздается по 3 карты, да, и в первой же раздаче я раздал себе шестерочку. Как видите, шестерка пик пришла ко мне. Ну что ж, друзья, теперь давайте посмотрим, как же можно сделать данный метод шулерства. Итак, друзья, давайте посмотрим, как делается данная подтасовочка одной карты. На самом деле этот прием очень чертовски прост, поверьте, научиться ему несложно. Смотрите, если, 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 первым делом вам нужна эту шестерку, да, которая нам нужна во время вскрытий, либо во время тасовки колоды, быренько уловить и положить вниз. Например, сдали карты, да, или там все вскрылись. То есть мы либо собираем карты, как нам нужно, то есть мы запоминаем, что шестерку у нас, например, вот здесь лежит, да, то есть мы можем забрать ее там под низ, потом какие-то карты еще собрать, да, то есть вот положить, все нормально, да, то есть она у нас лежит снизу. То есть ваша задача в процессе игры каким-то образом эту шестерку переместить вниз колоды. То есть это может быть во время вскрытия, да, как я сейчас уже показал, это может быть еще там какие-то другие способы, когда вот, допустим, скинули карты. Вы видите, что шестерку у вас, например, здесь вот третья снизу, да, то есть вот карты там лежат. Ну, то есть вы также собрали, главное, чтобы она была ниже, чем надо, да, то есть вот она у нас, я знаю, что она у меня третья снизу, да, то есть я начинаю тасовать, и когда у меня остается прям чуть-чуть карт, как правило, я отвлекаю разговором и перехожу на пробежечку и смотрю примерно сколько карт остается. Вот у меня шестерочка сверху, да. Далее я ее просто перевожу вниз и во время тасовки просто все время держу ее внизу. Либо тасую вот таким образом и последнюю стопку с шестеркой всегда бросаю вниз, либо просто прогоняю ее вверх-вниз, вот так вот раз, оп, и вот так вот по одной тасу и вывожу шестерочку наверх, снова шестерочку забираю на низ, то есть потасовали. Далее необходимо спрятать шестерочку в гэмблер коп, да, то есть в захват механика. То есть что я делаю? Я ее немножечко отгибаю мизинчиком, шестерочку, да, колоду на себя захватываю. Могу сделать щелчок, все, у меня карта спрятана. Я могу либо отдать, подснять, либо, например, в этой же позиции, да, то есть придерживая эту карту, я могу еще потасовать колоду. С этого ракурса ничего не будет видно, да, то есть этой карты не будет видно. Но при учете, что игроки сидят напротив вас, или вот с этой стороны слева, да, если человек будет сидеть справа, конечно же, он спалит вашу карту здесь. Поэтому вы можете также, удерживая эту карту, потасовать, снова дать подснять, да, вам подсняли, возвращаем ее и захватываем эту шестерку назад. Все, начинаем сдачу. Итак, для того, чтобы сдать правильно эту шестерку, вам необходимо сделать нижнюю сдачу. Как правильно, быстро и, главное, беспалевно сделать нижнюю сдачу, также смотрите в моем втором курсе по шулерству. Итак, мы начинаем раздавать шестерку, я сдам в последнюю очередь, поэтому я раздаю раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. И вот здесь вот я выдергиваю ее из-под низа, да, то есть просто делаю нижнюю сдачу. То есть еще разочек смотрим. Шестерка внизу. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Все, я дернул ее из-под низу, шестерочка у меня пришла сюда. То есть она у меня на руках. Ну, шестерка пик, мы часто играли, именно шестерка пик была за Джокера, да, кто-то играет с шестеркой крести. Вот такой вот приемчик, как можно шаху пиковую подтасовать себе, в замечательной игре Сека, в которой я просадил немало бабок. Ну что ж, идем дальше. Ну что ж, друзья, давайте я вам покажу, ну, в завершении этого ролика покажу еще прикольненький приемчик, который тоже хорошо подойдет для карточной игры Сека, да. Ну, давайте мы с вами колоду потасуем. Конечно же, дадим ее подснять, пусть нам ее подснимут. И давайте раздадим, ну, так же на четверых игроков, включая себя, естественно. Но! Человеку, который сидит справа, мы будем подтасовывать тузов, а себе шестерок. Кто не знает, в карточной игре Сека три шестерки бьют трех тузов. По крайней мере, у нас играли так. Итак, правая рука у нас получает тузов, а я получаю шестерок. Вот такая вот, вот такая вот возможность помочь себе, когда удача, казалось бы, от нас отвернулась. Друзья, обучение данному трюку и трюкам покруче вы найдете в моем втором курсе по шулерству. Ну, а на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк, и дохранят вас Боги моря и небес. Пока-пока!